Есть такая мысль. Семья. Я не говорю, что семья это когда вы любите свою жену. По сути событий, хорошая и грамотная жена, да такую поискать еще придется. А чтобы она еще была и красивая, и без приблуд, ну я не знаю. То бишь, брат братом, мама мама, папа папой. Их не выбирают. Сын и дочка, и это от вас. Все остальное для чего? Есть мысль, вынос мозгов. И он в действительности у всех. Ну у меня-то точно. И поэтому за последние 7 лет я в состоянии поиска. Поиск оператора, естественно. Хотя в 90% случаев я все сам и снимаю, и монтирую. И все договоренности на мне. И вот поэтому все и думают, что у меня денег кур не клюют. Но они не понимают, потому что я один. И поэтому дерзлявость нахалов, явная типа нелюбовь журналистов. Потому что нормальных специалистов своего дела у нас в Магнитогорске-то и нет. И все-таки возвращаясь в семью. И когда ты понимаешь, что лучше вовремя поиметь радость общения. И для меня такая перспектива обрисовалась в 2013 году. Когда при мне ушли из жизни люди, хотящие жить. Прямо при мне. Они не умирали от возраста. Просто одного из них отключили от вентиляции легких. Другой просто упал позади меня. Они хотели жить. Но это была не их судьба. Далее было еще круче. Анкоцентр в Челябинске. Я всем объяснял, что курение это вред. Не послушали они. А жаль. А вот после этого у меня в башке все и перевернулось. Жизнь это короткая штука. И как мы можем послужить людям, об этом расскажет судья. И это Бог. Теперь просто развернувшись, я говорю о следующем. Мне неизвестно, что будет далее. Это судьба Бога. Время для кого-то оно течет быстро. Для меня же и сейчас оно стало другим. Больше я люблю семью. И только своих друзей. Теперь, как я понимаю, что есть у каждого своих косяки. Их не переделать. Да мы и не пытаемся. Простое общение мне нравится больше. И зачем бередить прошлое? Зачем оно ушло и никогда не вернется? Мы говорим о будущем. О том, как помочь друг другу. Точнее, помощь должна быть рядом. Вот это правило. Но по сути, не каждый может помочь. Да и ладно. И это все равно наша семья. А где семья, там есть и сын. Я не сильно понимаю, когда ваш типа бизнес вас утомляет. И типа еще и не по-детски. Что там плохого помочь сыну стать человеком? Вот давайте правила оных и обсудим. Что произошло теперь? Когда нужно, я еду к маме. Далеко, правда. И не всегда. Но верните мои деньги 2008 года. Буду ездить чаще. Просто ко всему надо подходить правильно. Как в 2009. Я вышел к зеркалу и сказал. Ну, нежели богато и нефиг начинать. Но, живя с мозгами, отслюнявив 7 лямов кредитов с процентами, теперь я с большим удовольствием делаю все для сына. А тут еще и прелесть-то другая прилетела. И в свой мозг влилось еще 3300. Тех же, только без процентов. Если бы не Китай и если бы не Куба, то в ноябре года 2016-го вы бы уже компотик по мне попили бы. То есть, как-то все стало по-другому. Я с большим удовольствием работаю для сына. Он мне это и демонстрирует. И вы даже не думайте, что кот года рыбы не фурюганит. Нет, конечно, но за часть грамотных и правильных действий он получает большее удовольствие от папы. Вот то, что вы сейчас видите. Я таким делом занимался всего 7 раз в жизни. То есть, куда мы поехали? На Урал. И тут, да и реклы всего 50 километров к югу. Я на отдых отправляюсь крайне редко. Но когда крутой специалист сказал, я поехал. Естественно, с сыном. А крутой специалист, а вот это борьба. Сыну не всегда нравится, но мы работаем вместе. И получает он и грамотный результат. Изумительный и правильный. Почему все-таки мы приезжаем и детей сюда привозим? Вот их надо учить беречь природу. Учить обходиться в жизни. И вот эти навыки. Мы же все-таки с первобытного общинного строя ушли. и люди выживали. Ну, сейчас цивилизация нас поглотила, а свет отключат, и никто не знает, что делать. А должны знать. Возьмем уметь. Возьмем уметь добывать пищу. Возьмем уметь рыбачить, ягоды знать, травы, готовить. Сейчас с детства дети. И по жизни они это все понесут. По жизни у них это все будет. Навыки. Да, это было круто. Сыну понравилось. Почти все его однокашники были вместе. Изумительное время на Урале. Затем первая вытянутая рыбка. Если честно, то я бы хотел здесь и остаться и далее. Было круто. Загоревшие, отдохнувшие. Но жалко, что это всего лишь маленькое лето в той стране, где могут жить только 2% населения от всего человечества. Зимой, конечно, сюда не приехать. А что касается зимы, то для этого нужны срубы толстые. Да и хотелось бы, чтобы это было бы недорого. А вот с этим сложно. Здесь, по сути, все было дешевле некуда. Окрошка, замечательный плов. Можно было и ухи похлебать. Житие в палатках, без репеллентов. Круто, а то, но это Россия. А дальше будет и осень, и зима, и весна. Но главное событие есть. Не имея чувства радости и общения, такого бы ничего и не получилось. Так вот, и то, и другое дает нам наша и не такая уж длинная жизнь. И грех бы этим-то и не пользоваться.